всем добрым людям доброго времени сегодня начинаю переделку вот этого шкафа буфета реставрацию и сейчас покажу что закупила и расскажу что буду с ним делать но кому-то очень старый и здесь уже лак практически отсутствует шлифовать я его не буду его единственное что я помою конечно моющим средством от мою это все всю грязь и высушу хорошо зашпаклюю шпаклевкой по дереву вот эти вот все сколы где тут есть об смотрю все это разбирать я его не буду вот и я его покрашу в дальнейшем я возможно куплю трафареты посмотрю какие подойдут мне и трафареты на дверке и на стекло сделаю еще но пока трафаретов нету поэтому этот момент опустим возможно поменяю ручки потому что вот здесь вот одна ручка она испорченная то есть они вот такие вот были возможно куплю ручки какие-то и сделаю другие чтоб одинаковые были красивы это будет вся подготовка под покраску то есть помою ну и немножечко может быть шлифану мелкой мелкой наждачкой а шлифану чтобы вы выровнять гладкий сделать и буду красить красить буду меловой краской которую буду делать сама что такое меловая краска и почему именно она сейчас останавливаться не буду есть много роликов и статей в интернете можно посмотреть также в интернете есть много рецептов я буду делать по своему рецепту вот готовая меловая краска на очень дорогая вот такая вот литровая баночка стоит около что-то 2000 вот она зависимости от фирмы а то и больше значит мой рецепт меловой краски будет состоять из латексной фасадной краски обязательно латексная так это мне шпаклевка по дереву значит меловая краска латексная фасадная краска и затирка для швов именно вот эта фирма она получше то есть в пропорциях у нас получается на литр краски около 100 грамм вот этой затирки ну и если будет густовато то можно водой разбавлять по ощущениям до густой сметаны ну можно пожиже то есть зависит от плотности которую вы хотите получить я буду колеровать купила я три цвета колера это голубой голубой зеленый и черный красить я его буду в серый цвет поэтому черный ну и а может быть в зеленый не знаю пока пока еще думаю вот значит что еще купила для реставрации шпаклевка по дереву идет у нас кисточки плоские кисточки круглые кисточки и валик маленький узенький валик для реставрации мебели лучше брать круглые плотные кисти где ворса побольше потому что краска получается меловая очень такая она плотная вот тоненькую кисточку чтобы где-то аккуратненько там какие-то места пройти а вот и но здесь у меня еще карандаш белый карандаш строительный вот может быть какие-то рисунки захочу сделать чтобы наметить